всем привет привет и у нас очередное задание по черчению для начинающих по двум заданным видом детали нам необходимо построить третий вид в данном случае у нас задан главный вид то есть вид спереди вид слева и нам необходимо построить вид сверху давайте приступим как обычно нам необходимо построить вспомогательную линию и чтобы вид сверху у нас был не слишком близко к двум заданным видом не слишком далеко вот существует правило что это вспомогательная линия будет выходить под углом 45 градусов из нижнего правого угла на главном виде я уже пометил точку специально под углом 45 градусов и рисуем нашу вспомогательную линию теперь опускаем проекции точек и 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 то есть если нам смотреть на деталь вид сверху у нас вот этот полукруглый вырез будет перепроектироваться в квадрат или прямоугольник точнее сказать вот эта точка вот эта сторона ребро переходит в эту линию потом идет скос и деталь этим заканчивает с этой стороны вот эта вертикальная линия переходит данное вот это ребро потом идет горизонтальная стенка в детальке и снова скос и и вот это перед деталью но это еще не все теперь давайте посмотрим что вот этот за вырез он находится у нас здесь и на главном виде он нарисован видимыми линиями значит соответственно вот эта точка переходит у нас сюда вот эта точка точно так же но вот сюда значит мы должны нарисовать вот эти ребра вот эти ребра я понимаю что на начальных стадиях изучения черчения достаточно трудно представить детальку в голове но для этого я и пытаюсь помочь вам рисуя детальки в 3d программе для более легкого для более полного ее представления потому что на бумаге это не совсем все понятно с первого раза особенно начинающим ребят так вспомогательные линии я стираю а правильно ли мы построили или нет эту детальку точнее этот вид сверху давайте посмотрим в 3d программу там я уже подготовил нарисованную деталь начерченную и сравним правильно ли выполнено наше задание и вот перед нами главный вид детали линия симметрии отсутствует потому что деталь по заданию у нас не симметричная что является правильным давайте посмотрим теперь на вид слева есть ли у нас на нем недочеты да посмотрите по заданию вот эта линия у нас отсутствует а это неправильно значит задание был маленький недочет скос который находится в середине в основании уголка в программе выполнен видите немного серым что означает что эта линия спрятана невидимая полуцилиндрический вырез тоже показан серым цветом потому что он эта линия является невидимой а теперь давайте посмотрим на наш вид сверху и если мы сравним с изображением которое нарисовал я то наше задание выполнено правильно все линии нарисованы правильно скрытых линий нету я поздравляю наше задание выполнено правильно давайте теперь посмотрим на эту детальку как она будет выглядеть в изометрии давайте немножко уменьшу смотрите очень интересная симпатичная такая деталька в середине основания находится скос теперь поверачиваем его деталь на давида сверху интересно получилось задание особенно для начинающих изучать предмет черчения а в целом если вам понравилось задание если вы поняли его суть ставьте лайк подписывайтесь на канал еще будет много интересных видео подобных более сложных а я с вами тем временем не прощаюсь